Здравствуйте! Вы смотрите программу «История одного рода». Село Чуевка в конце XIX века входило в состав самой крупной тогда в Амурской области Гельчинской волости и основали его, как и многие другие села, прибывшие в наш край переселенцы. По историческим показаниям, что отсюда начиналось это село, ну как бы хутор, хутора эти были, и владения вот от Чуевских молокан отсюда начинались. Представьте себе, уже в конце XIX века здесь стояли дома, возделывались пашники, пела жизнь. Сегодня пределы села Чуевка примерно раз в пять меньше изначальных. Почти на въезде в село сохранился самый старый дом, постройки вековой давности. Почти все дома и сейчас расположены вдоль центральной сельской улицы. «Вот этот дом и эта усадьба – это наше родовое место. То есть это родина моих предков, деда и прадед здесь. Ну и в том числе здесь прошло мое детство, юность в этом доме, выросли мы. У нас семья большая была, все выросли. Ну сейчас, на данный момент, брат проживает у меня здесь. Тогда деревня очень много было народу и очень густонаселенная. В каждом дворе не менее пяти-шести человек было. Это каждый двор, вот без исключения. Кстати, вот эта улица – это первая главная улица, которая была основана этими первыми жителями. И, кстати, мы стоим рядом с усадьбой основателя села. Вот здесь первый основатель села был Порохов Иван Симонович». В Чуевке, куда ни кинь взгляд, везде история. Живут здесь многие годы потомки первых поселенцев. Патриархальный их уклад шум цивилизации почти не нарушает. Дома расположены, как и прежде, строго по прямой линии вдоль берега реки. Дворы в основном добротные, чисто и уютно. И кажется, будто вернулись мы на сто лет назад в бывшее Малаканское село, где почти все друг другу родственники. И пришли в гостеприимный дом потомков рода Гуниных. «Вы тоже из Гуниных?» «Да». «Замечательно». «Моя родная сестра Гуниная. А это брат тоже Гунин». «Очень приятно. Ну, сейчас будете нам рассказывать про свои стихи». Значит, родословно идет четвертого поколения. То есть приехал Гунин Иван, к сожалению. Значит, отчество пока не установлено, да? Вот. Ну, а у него, как скажем, сыновья, которые положили начало династии остальным уже поколениям. Ну, Яков Иванович, Александр Иванович, Осип Иванович – это наш дед, прямой потомок. И Григорий Иванович – это прямые потомки. Четыре брата. В семье Осипа и Марии Гуниных было восемь детей. Юрий – младший сын, и Вера – средняя дочь – родители наших героев. В начале 20 века в селе почти все семьи имели большие хозяйства, и село считалось богатым. На зависть соседям. Говорят, магазин вот здесь был, потом его за ненадобностью закрыли, потому что ничего в магазине не убрали, все свое было. Почему вот в Чуевке такие богатые, а в Кузьме – нет, это самое, а в Кузьме уже другое. Так они потом, как я рассказывала, ходили там в церковь, чтобы им какой-то там покровитель, и вот они вот в Кузьме – я. А там церковь была в Кузьме – я. Она же называлась, как раньше? Кутеевка. Кутеевка, да. А сейчас Космодемьяновка, да? А сейчас Космодемьяновка, да, вот, честь вот этих, как вроде как святых. Когда началась коррективизация, ведь очень-очень много, что вот это вот, что… Ну, жили же, как, добро-то. Ведь надо же было отдавать куда-то. Вот что можно было собрать, уезжали, это все бросали, уезжали. В 30-е годы многие Чуевцы, в том числе и Гунины, были раскулачены и репрессированы. Родных Осипа Ивановича и его самого арестовали по обвинению в Зазейском восстании и антисоветской агитации. В 60-е годы, когда случилась реабилитация, семье выдали справку. Здесь написано, что Гунин Осип Иванович умер 21 января 43-го года в ЗК, заключение, заключение от абсцесса легкого. Ну, и когда я подумаю, ну, интересно, где же он умер, может, где-то же могила сохранилась, вот, написал письмо, вот, ФСБ, написал письмо, прошу оказать помощь в розыске вот такого-то. Но из ФСБ пришел ответ, что Осип Иванович был расстрелян еще в декабре 1937 года. Ну, а остальные там вот трое, вот их трое расстрелянных, и еще семь человек осуждены, ну, к разным срокам. Там и в Силке, и в Хабаровский край. Это семь человек. Итого вот с нашей вот родословной, так близкой, десять человек репрессированных. В годы Великой Отечественной войны трое братьев Иван, Анатолий и Василий Гунины погибли. Трое вернулись домой. Александр, старший из братьев, дошел до Берлина. С установления истинной гибели деда началось в семье активное изучение родословной. Своими изысканиями поделился с Гуниными ушедший уже односельчанин Николай Михайлович Кременцов, тоже из потомков первопоселенцев. Он создал по воспоминаниям карту, облик старого села. Улица идет. И здесь вот такие фамилии, даже которые сейчас, они здесь не звучат. Но довольно-таки большие фамилии. Вот это самое, Анфиногеновый, да? Ни одной фамилии нет. Фроловый. Вот Фролов, там он тоже, он двоюродный брат. Двоюродный брат Осипа Ивановича, тоже родственники. Потом вот эти, Бударины. Название сохраняется. Вот все время думал, думаю, а потом оказалось, когда в них оказывается, Бударины, она туда вот в ту сторону, в сторону Липовки, а в Липовку еще семь километров. То есть вот это такая огромная площадь. Это вот занимали, вот это Чуевские эти молока не занимали. Они Стобовской губернии, Борисоглебский уезд, село Уварово. То есть вот если заниматься, конечно, и там наши корни это, ну просто, может, потом будет времени, я говорил, что когда на пенсию пойдем, будет больше времени заниматься, наверное, будем корни и там искать. Иван Юрьевич сейчас самый старший в роду Гуниных и чувствует поэтому особую ответственность за то, чтобы дети в его семье знали свои корни и берегли историю своей малой родины. А если вы хотите стать героями нашей программы, звоните 222-733, и мы расскажем историю вашего рода. А на сегодня это все. До свидания. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова